Привет, друзья рыболовы! Сегодня я ловлю тритонов и техника ловли следующей. Ловлю я его на мотыля, мелкий крючок, забрасывать, собираюсь в середину травы, там где пересекается изображение от тени и чистой воды. Рыба, которая попадается часто, я ее продаю. Та рыба, которая пореже, я ее отпускаю. Мне кажется, это провоцирует на ловлю более редких рыб. Они начинают чаще попадаться. И таким образом, в конце концов, наступает момент, когда начинают ловиться и тритоны тоже. Эти редкостные существа для ловли на удочку начинают попадаться все чаще и чаще. Понятно, я пропускаю моменты, когда они ловились. И в конце концов, таким образом, можно выловить всех тритонов, включая редкостных. Самый редкостный тритон на этой локации, это тритон Карелина. Многие пишут, что он неуловимый. Его на самом деле не бывает. Это фантазийно, все придумали, чтобы поморочить рыбаков. Но он все-таки бывает и попадается. Вот это редкостное существо. У меня их выловлено несколько штук. Но есть, конечно, небольшие секреты. Чтобы этот тритон попадался, я сейчас расскажу, что нужно делать. Начнем с того, что есть такое умение, как хвостатые земноводные. И его нельзя игнорировать, его нужно развивать. Тогда не будут попадаться более редкостные виды. Итак, мы ловим тритона. И вопрос, почему у некоторых он клюет, у некоторых не клюет. Попытаемся разобраться. Есть такая пиктограммка. Мышца достижения. Как мне кажется, это скилл, домаш, как называют в других играх, домах. Он отображает достижения, какого уровня игрок достиг. И он здесь непроста. К примеру, тот же самый мотыль, на которого я ловлю тритонов, у меня прокачан до пятого уровня. Те же самые тритоны, хвостатые земноводные, прокачаны до третьего уровня. Я сейчас скачаю четвертый уровень. Имеет некую прокачку и база Дунай. Прокачал четвертый уровень, иду к пятому. И посмотрим на ситуацию с другой стороны. Заходят на локацию, скажем, два рыболова с одинаковыми удилищами по прокачке. Ну, к примеру, таким. Один Z, там, бонусы к наживке, все дела, все одинаковые. Ну, один новичок, у которого нету скилла. И второй опытный игрок, у которого все эти достижения прокачаны. Вопрос. У кого у первого клюнет? Ну, понятно, у опытного игрока. Новичку будет в радость поймать плотву, окуня, может быть, карпика. А опытному игроку уже неинтересно. Если новичок в первый день выловит всех трофейных рыб, ему дальше будет неинтересно играть. Поэтому с прокачкой достижений, соответственно, и появляется возможность выловить более редкостную рыбу. Поэтому все вот эти пиктограммки, все эти достижения, их надо прокачивать. Пустых оставлять не надо. По мере возможности заполнять, прокачивать и будут ловиться более редкие виды рыб, животных. И как вот в данный момент я ловлю тритонов. Вот такой вот расклад. Ловите как я и вы обязательно поймаете. А если поймали, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.